Мак. Еще. Вытянуться. Сесть. Мак. Еще. Вытянуться. Сесть. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Такой там грустный. Не нравится, наверное, моя стрижка. Нет, почему? Хорошо, стрижка. И вообще, мне с вами нравится. Зима кончается, а вы еще с бородой. Ничего, так у нас зима осталась. Видите, сколько еще вытянулось? Да. Затем нос. Вот. Вот. Ну, уже, наверное, не впервые застричь бородатых. Как ни странно, здесь все мужчины бородатые. Да? Вот такая идея, маленькая, типа капота зимнего. Ну, к 1 мая могли бы уже себе подарок сделать, отстричь бороду. Да. Ногу за себя. Поворот. Вернулись. Вы давно уже здесь, да? А я в городе. Давно уже. Два года. Два года. А откуда вы приехали? С подочтением. Ну и нравится мне здесь, да? Ну, как сказать, привыкла. Конечно, прижилась. Давно уже на себе работаю, что ли? Давно, да? На здоровье не жалуюсь. Нормально все. Вы сами откуда родом? Я сын родом из Омска. Сомска? Да. У вас семья и дети дома, да? Да, у меня старший сын здесь на трассе работает, на газопроводе. Ямбург Елец они сейчас вторую. Работает уже сын? Да. Уже сын 23 года. Целая семейная династия? А меньше сын, 14 лет. Мы тут всей семьей жили на севере. Уже сколько на Ямбурге-то? На Ямбурге здесь недавно. Ну, вот где, да, где-то на газопроводе работал. На Ксковскую, Уренгой-Петровск строили. Уренгой-Ужгород. Уренгой-Центр-1, Центр-2. А сейчас здесь вот. Виктор Захарченко и сам не знает, почему, где бы он не работал, его всегда называют батя. Ему 48-й год. Из них 25 прожиты на севере. Нельзя сказать, что он любит север. Родившись в маленьком селе Подомском, Виктор душой всегда с отчим домом. Он помнит имена своих дедов и прадедов, которые век назад двинулись из Полтавщины в Сибирь. До мельчайших подробностей знает историю родного села, основанного переселенцами. Недавно он похоронил мать. Отец остался один. Не захотел уходить к сыновьям. Затасковал. Отпуск Захарченко решил обязательно провести на родине. Много людей, ушедших из деревни, так и не находят себя в новой жизни. Захарченко уже за первую свою стройку получил орден Красного Знамени. Красноярская и Нижнеколымская ГЭС, крупнейшие магистральные газопроводы, все это привлекало его широтой и размахом. И в Ямбург он приехал, потому что здесь начиналась большая работа. Захарченко 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 Еще вчера в Ямбурге была весна. И общежитие, где живет Виктор, заливало талой водой. На утро ударил мороз, и в комнатах перемерзли батареи. Прожив 25 лет на северных стройках, он, как и многие его товарищи, убедился, что нет ничего более постоянного, чем временное. Но смирился с неустроенностью и не требовал больше того, что имелось. Играет музыка Ямбург готовился дать первый промышленный газ. С началом навигации должны были пойти основные грузы. Сейчас самое большое внимание было уделено строительству порта. Виктор работал на отсыпке причальной стенки. Виктор работал на отсыпке. Виктор работал на отсыпке. Виктор работал на отсыпке. Это придает им характер особой взыскательности и целеустремленности. Не обольщаться достигнутым, а смело продвигаться вперед и добиваться непременно большего. В этом один из залогов ускорения. Я бы не был в коммунистике, в заводском цехе, на стройке или колхозной ферме, в научном, культурно-просветительном, медицинском или другом учреждении. Они обязаны именно с этих позиций рассматривать деятельность своих парт-организаций. Подходят они, значит, спрашивают у меня, ребята, сами, чтобы на пупу не рвать, подходят, говорят, помоги, один подъем. Я практически стою, не работаю. Эти пока занимаются своим делом. Они говорят, подними, нам трубы, мы сейчас подложим под них брусы, выставим, все это нормально. Я говорю, ну, добро, я поворачиваюсь, мастер подходит, это не наша фирма, не трогай их. Ты с ними не работаешь, отворачивайся, стой с нами, все. Ты только с нами работаешь. И практически они на пупу все это дерут, я стою в пяти метрах и подъем не могу им сделать. Это как получилось все это. Посмотрите, сколько здесь техники, сейчас все новье идет. Вот это отношение, не хозяйское отношение, даже не рабочее, даже руководство, понимаете? Мы сейчас сколько работали, у нас механика не было. Ну, когда бы даже эту путевку подписали, и тоже механик, конечно. Если бы человек был бы, чтобы он отвечал, болел за это дело, значит, у нас бы все было. Он же не дал бы, не грабит, ничего. А так все, никому еще не надо, понимаешь? Руки хозяйской нету просто, такого, чтобы запчастей нету практически. Вот сколько кранов у нас на базе, и один кран собрали, все, остальные три встали. Собирает тот, эти становятся, и все это так вот, друг у друга все это начинается, волокиты все это. Да запчастей я не видел, чтобы сюда придется. По два месяца кран собирают, где-то, как вы видели, что он, и он собирает две-три смены. Запчастей сюда идет много, просто они к нам не доходят, где-то она оседает. Я же говорю, что сюда не верят. Я понимаю так, что здесь у нас должен был, ну, кто у нас, генеральный директор, да? Вот чтобы было у него, ну, конечно, от него бы шла, что, пускай бы здесь была как-то вот одна, что ли, организация. Пускай бы там были, пускай бы, может быть, одна большая механизация была, там несколько участков было бы, да? Чтобы все работали, ну, как одна фирма была бы, да? Ну, дело в том, что у нас получат, Андрей, сколько у нас сейчас, вот, СУ-17 здесь, да, другого треста, УМС-11, да. Нет, здесь вот такое дело, слышу. Да, нет, Андрей, вот... А если бы у нас в бытовые условия, в такой комнатушке вселяются четыре человека, нас же уверяет и печать, и телевидение же также, что все, на Ямбурге этого вообще не будет. Ну, фактически, уже четвертый год, как я сюда прилетел, а, ну, устройства-то здесь никакого нету, было бы устройства. Ведь здесь 12 часов мы отработаем, а 12 часов нам время хотя бы убить. Так мы, собственно говоря, узнаем через какие-то руки, что делается в мире-то даже. И показухи много, вот, как скажут, министр-то будет ехать. Сразу все пошло, дело в магазине, пожалуйста, арматуру все на дороге, сыр режет, которая торчит. Ну, чтобы все, подготовились, вот. Как только уехал, магазин, то начинается, то на санчах, то на сан день, вот, и пошла, и пошла, и пошла, и пошла, и опять до случая до этого. КОНЕЦ Сколько кругом техники угромлено, да? Все кругом, а не только кузов, рама, кузов, рама. А самая больная проблема, я вообще думаю, вот этот, на мой взгляд, что здесь вот этих автобаз много, он в одной пришел, ему дали новую, да? А людей всегда же не хватает. Перешел в другую автобазу, там ему снова новую. Ну, поэтому такое отношение, он уже... Остарился, он видит, что новую недодумает, я пойду в другую автобазу, он тоже... Нет, ну, здесь тоже другой есть подход к делу, видишь? На Ямру старается больше техники сюда поставить. Не, ну, больше, там больше, ну, к технике тоже надо по хозяйству относиться. Ну, естественно, можно... А если, если мы ее... Надо, надо, чтобы она, если она уже встала, вот встала, то знаешь, что она свое отдала. А так, если только пригнали, может быть, она еще и не работала, она уже... Ну, что, вот, смотрите, как раз новая. Совершенно новая, да? Да, новая, конечно, да. Их уже новыми, новыми... А их не назовешь, они по месяцу отработали. Ну, что ты с него взял? Да ничего не взял. Никакой он пользы не дал, кроме как убытку за то, что только его сюда гнали. Та же любая разбитая машина, это же наша копейка. А здесь закон. Три дня постояла машина, она уже не машина. Все грабит. Вот он сейчас стукнулся где-то, или пару разбил, или двери побил. Сразу все сняли. Ночью бежит в другую колонну, куда-то снимают, ставят себе. Все правильно. Вот, я говорю, это самая больная проблема на Ямруне. Московское время 10 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова завершили программу 50-суточного полета на борту научной станции «Салют-7». Сегодня, в 18 часов 58 минут московского времени, проведено отделение корабля «Союз-15» от орбитального комплекса «Салют-7» «Космос-1686». В ночь на 27 июня намечена стыковка пилотируемого корабля «Союз-15» со станцией «Мир». Пbourg спасибо»! «Салют-7» Салют-7» Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Время-то уже тебя подпирает, годово-то же, как-никак, 27, да? Да, 27 лет уже, пора бы иметь своих бы детишек. Ну, что сделаешь, все правильно, жизнь на свое берет. Да. А сейчас, видишь, весна, смотри, как все быстренько, в жизни торопится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всякий раз с Аказией Захарченко старался повидать сына. Саша работал сварщиком на 75-м километре газопровода Ямбург-Елец-2. За него Виктор Алексеевич был спокоен. К стройкам Саша привык. Родился на Красноярской ГЭС, вырос на Нижнеколымской. И сюда он приехал вслед за отцом. Ну, сколько ты? Побыл три дня. Три дня, да? Три дня полудачи. Мать ждет там девять месяцев, он три дня побыл, поехал. Конечно, да. Ты потом попозже маленько все это дело поймешь, да. Знаешь, как это бывает в жизни, как ждут своих сыновей матери. Ну, это с тобой постоянно плечо к плечу здесь, рядышком, да, матки. Да и писать надо почаще. Пишут, что? Да, куда уж ты пишешь, из-под палки напишешь. Ты там не пиши ей большое письмо, два-три слова. Здравствуй, жив, здоров, и приятно. Нужно будет знать, что ты действительно здоров и жив. Ну, как я, вот, поедешь на женицу, думаешь? Да нет, пока еще. А что нет? Время-то, смотри, 23 года. Всего-то? Всего-то, да не всего-то, уже 23. Уже пора бы. Да и мне, видишь, вроде бы еще дед и присели, а уже охота бы и внуков так понячить. Было просто приятно. Понялось, что успешно. Конечно. Так тоже подумай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ganzen Я буду работать. Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить. О, Боже мой, пройдет время, и мы уйдем навеки. Нас забудут, забудут наши лица, голоса, и сколько нас было. Но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас. Счастье и мир настанут на земле и помянут добрым словом тех, кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить. Музыка играет. 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 Музыка играет.